В эфире канал АПС программа в центре внимания. Здравствуйте! Этот праздник страна встретила и даже спустя неделю о нем говорят и вспоминают. Конечно, речь о первом сентября. Праздник, отмечаемый во всех образовательных учреждениях страны. Не обошел он стороной и места лишения свободы. В День знаний более тысячи человек, отбывающих наказание в исправительных колониях УФСИН России по Архангельской области, сели за школьные парты. О первом осеннем празднике и образовательном процессе в целом сегодня будем говорить с начальником отдела по воспитательной работе с осужденными УФСИН России по Архангельской области Алексеем Ковылиным. Алексей Николаевич, добрый вечер! Здравствуйте! Так сложилось, что некоторым ребятам пришлось встречать 1 сентября в особых режимных условиях. И тем не менее, это праздник. Как его встретили в исправительных учреждениях? Как и во всех учебных заведениях страны, 1 сентября состоялись торжественные линейки, на которых присутствовали осужденные, зачисленные в учебные классы, преподаватели школ, профессиональных училищ и гости. Преподавателям подарили цветы, которые осужденные вырастили своими руками, прозвенел первый звонок и осужденные сели за парты. Закончилось мероприятие проведением торжественных концертов, которые подготовили сами осужденные. То есть все прошло в праздничной? Праздничная атмосфера, да. Начало нового учебного года прошло в праздничной атмосфере. Но распорядок дня у заключенных все-таки, наверное, будет как-то отличаться от обыденного, от привычного или сильных изменений, отличий? В соответствии с уголовно-осправительным законодательством обучение является одним из средств исправления. И поэтому в статье 112 Уголовно-осправительного кодекса закреплена обязанность осужденных в возрасте до 30 лет получить общее образование, находясь в мечтах лишения свободы. В связи с чем у нас в исправительных учреждениях создан 21 учебно-конституционный пункт. И также имеются две школы. Школа в воспитательной колонии и школа в исправительной колонии в городе Ивельск. За партии которой в этом году сели 1010 осужденных. Шесть человек осужденных уже имея в возрасте старше 30 лет, то есть они не подлежали обучению, но понимая, что без образования в нашем мире очень сложно, осужденные написали заявление и также сели за партии с остальными осужденными. А как УФСИН в целом готовился к новому учебному году? Какие-то мероприятия, предшествовавшие 1 сентября, были? В течение летнего периода во всех учебно-конституционных пунктах у нас были проведены косметические ремонты, были получены новые методические пособия, новая литература. Также была проведена ревизия личных дел осужденных, чтобы выявить осужденных подлежащих образованию, не имеющихся его. И 1 сентября осужденные пришли в школу. А если говорить уже не о школах, а о более, так сказать, высшей ступени, о профессиональном образовании, как оно организовано в исправительных учреждениях? В исправительных учреждениях получение профессионального образования осужденными организовано в профессиональных учреждениях, которые существуют при исправительных учреждениях. Таких учреждений у нас в области 9. Образовательный процесс, в принципе, ничем не отличается от гражданских профессиональных училищ. Осужденный обучается по программам среднего профессионального образования и по программе профессиональной подготовки. Программы среднего профессионального образования осужденные получают специальность в течение 10 месяцев. Существуют ускоренные курсы подготовки специалистов от месяца до 10 месяцев. Также имеется курсовая подготовка по специальностям, востребованным как на рынке Архангельской области, так и в учреждениях УФСИН. — Я знаю, что за учебный год специальности получают порядка 2000 человек. И специальностей всего более 40-43, если я не ошибаюсь. — На сегодняшний день у нас обучается более 2000 человек в профессиональных училищах по 48 специальностям, 14 из которых — это строительные специальности. — Также у нас получают осужденные образования, как востребованных в лесной промышленности, то есть это вальщики леса, стропольщики, трактористы, водители, востребованных на строительных объектах, штукатуры, маляры, плотники. Также имеются такие популярные профессии, как повар и пекарь. — А вот как раз о популярности профессии есть какой-то, скажем так, топ-лист самых популярных профессий, которые... — С наибольшим желанием осужденные записываются для получения образования повар, пекарь, автослесарь, водитель. То есть профессия наиболее востребованная среди осужденных. — Но вот все-таки мы как раз говорим об осужденных. А нужна ли им какая-то особая мотивация для того, чтобы сесть за, так сказать, школьную парту, студенческую, на студенческую скамью? То есть какие-то разъяснительные беседы с ними проводятся? Или это, как правило, всегда с особым желанием, особый осознанный шаг? — Ежемесячно осужденные во время подведения итогов работы за месяц мастера профессиональных училищ, преподаватели проводят с ними разъяснительную работу по набору в те или иные профессиональные группы для обучения. Кроме того, эта информация о наборе в различные группы также регулярно размещается на стендах наглядной агитации в отрядах осужденных. То есть информация до них доводится. — Но также они имеют возможность и непосредственно общаться с теми, кто обучение уже прошел, да, то есть, так скажем, со старшими курсами, ведь такое тоже возможно, чтобы они как-то так же влияли, возможно, на их выбор. — Ну, осужденные общаются миром с собой, да, но все-таки большая роль здесь представителей администрации, которые разъясняют осужденным, что без специальности в сегодняшнем мире как бы прожить очень сложно. И есть такой показатель, если осужденный освобождается, не получив специальности, это отрицательный показатель деятельности уголовно-испределительной системы. Поэтому каждый осужденный, который не имеет специальности, находится в контроле его представителя администрации. Мы обязаны им дать образование. — То есть все-таки находятся те, кого приходится, скажем так, понуждать или, скажем так, особо сконцентрировать силы для того, чтобы человек получил образование? — Ну, в моей практике я не помню категорических отказов от обучения. Сужденному предлагается специальность, спектр специальности довольно велик. Он выбирает изначально то, что ему больше по душе, по имеющимся у него навыкам, и проходит обучение. Некоторые за период отбытия наказания получают по три-четыре профессии. — А вот нет ли такой статистики, когда люди уже выходят из мест лишения свободы, как-то себя не проявляют, так скажем, на новом месте зарекомендовывают? То есть получали ли ты, может быть, какие-то отзывы от будущих, скажем так, работодателей? — По обратной связи от работодателей у нас такой статистики, к сожалению, пока не ведется. Но с Центром занятого населения мы очень плотно сотрудничаем, и даже в этой связи проходили у нас ярмарки вакансий. То есть непосредственно работодатель по средствам скайп-связи проводил собеседование с потенциальным своим работником. То есть такая практика у нас уже наработана, а по обратной связи, к сожалению, пока мы не получаем информацию. — Если говорить не об обратной связи, а внешней связи, то знаю, что в этом плане хорошо налажен процесс с институтом управления, и как раз в этом новом учебном году состоится первый выпуск осужденных, которые могут получить государственный диплом. Так ли это? — Да, у нас в институте управления обучается более ста осужденных. Практически такие осужденные представлены во всех исправительных учреждениях. Оборудованы компьютерные классы, на которых осужденные имеют возможность выполнять контрольные работы, писать дипломы. Представители института управления посещают все исправительные учреждения, очень часто они это делают, снабжают осужденные необходимой литературой, помогают в обучении. И в этом году у нас уже будет два выпускника института управления среди осужденных. Один получит диплом экономиста, и один осужденный получит специальность в туристической бизнесе. — Ну и в дальнейшем, естественно, сотрудничество с институтом управления, в частности, да? — Мы сотрудничаем уже четвертый год с институтом управления, и каждый год ряды студентов пополняются новыми осужденными. Осужденные используют эту возможность получения образования, находясь в местах лишения свободы. — Ну, получается, следующий год сотрудничества будет юбилейным, пятым по счету. Но я надеюсь, что в этот юбилейный год тоже порадуете нас какими-то интересными цифрами, и выпускников, надеюсь, будет становиться больше. — Спасибо большое, Алексей Николаевич, что нашли время для беседы с нами. Напомню, что в студии программы «В центре внимания» был начальник отдела по воспитательной работе с осужденными у Синроссии по Архангельской области Алексей Ковылин. Да, новый учебный год встретили и в исправительных учреждениях региона, но пусть для всех без исключения он будет полон новых интересных открытий, путешествий и встреч. А они, уверен, будут в центре нашего внимания. Всего доброго и до встречи на канале ПС. Субтитры создавал DimaTorzok